Здравствуйте, друзья! Вот письмо. Я немножко подсократил, потому что это было очень большим, но тоже так прилично получилось. Я уроженец Дагестана, отношусь к мусульманскому вероисповеданию, 28 лет, женат. Имею сына, образование высшее, бухгалтер. В 2011 году переехал в Москву, начинал с охранника, дорос до специалиста контрольно-ревизионного управления. Русским языком владею прекрасно, английским на очень начальном уровне, но чувствую, что он дается. Доход 55 тысяч рублей, в скобках, 887 долларов по нынешнему курсу, 62 рубля. Минимум половина сразу за жилье уходит, однушка на окраине. Жена 24 года, педагог начальных классов с уклоном на английский язык. Сыну два года. Вы прекрасно знаете, каково жить в России честному человеку, неславянской национальности и вероисповедания. Эти косые взгляды, полные ненависти, шовинизм, фашизм, попытки обвинить во всех бедах русского народа, предвзятость полиции, уже несколько раз ни за что забирали в отделение, нетерпимость в государственных учреждениях и прочее. Могу много чего перечислить. Я не выдумываю причин уехать отсюда, Михаил. У меня их на самом деле достаточно. Меня притесняют по национальному и религиозному признакам. Мне не дают маломальские кредиты только из-за места рождения. Мне стоило огромных усилий найти жилье из-за национальности. Я не могу сказать лишний раз, что я мусульманин, потому что ассоциируют с террористами, хотя я в жизни мухи не обидел. Что мне делать? Я хочу уехать в США, но не имею возможности. Мало денег, маленький ребенок, надежды на гринкарт-лотерею. Но шансов мало. Попытаться подать на политическое убежище. Для этого надо заехать в США. Но боюсь, что мне не дадут хотя бы туристическую визу, когда этого отказывали в российских банках из-за места рождения. Подумают про иммиграционные намерения, ведь я из Дагестана, потенциальный иммигрант. Да даже если въеду, что делать в первые пять месяцев с ребенком на руках? Что делать после подачи заявления на политическое убежище еще 150 дней до того, как дадут СССР? Это крик души, Михаил, я чувствую себя в ловушке, за железным занавесом, в тюрьме народов. Я хочу уехать туда и вкалывать за достойную плату, за благо цивилизованного мира и не оглядываться, чтобы не назвали чуркой или бандитом, не воткнули нож под ребро местные фашисты или вообще не повязались за оппозиционные взгляды. Я знаю, что мне будет трудно там до конца жизни, но зато я дам будущее своему сыну, в скобках детям, может еще народятся. Это главная цель. Я прошу вас, Михаил, указать правильный путь, подсказать, что делать дальше. О как! Давайте побеседуем. Хорошее письмо. Да, друзья, я предвижу, что те, кто слушает это письмо, как я его прочитал, скажут многие, ну а что же в конце концов, ну не обязательно ж ему жить в Москве. Ну вот жил бы в Дагестане, например, там же его никто косым взглядом там не проводит за то, что он дагестанец или мусульманин, да? Казалось бы, вот самое место, там живи у себя на родине, слава богу, у тебя родина есть. Я так подозреваю, что ему там тоже некомфортно, то есть я уж не знаю в силу каких причин, безусловно не потому, что он там дагестанец и не потому, что он мусульманин, а еще почему-то, может быть, там работы нормальной нет, может быть, там какие-то клановые структуры всем заправляют, и он не хочет, не может быть в этих клановых структурах, тоже возможно там как бы, да. То есть хочет человек просто жить и жить. Ну вот примем как данность. Вопрос не о том, как ему вообще быть, а о том, как в Америку попасть, да? То есть мы на этот вопрос отвечали. Если денег нету, например, ну плохо с деньгами, действительно, если зарплата там 850 долларов и из них половина уходит на жилье, понятно, что от второй половины тоже так много сильно не останется, потому что три человека семья, это им еще пропитаться надо, помимо того, что они платят за жилье, и транспортный расход там, и одеться надо в конце концов, тоже голым не пойдешь. Поэтому, скорее всего, они вообще ничего отложить не в состоянии. Ну даже если он 100 долларов отложит в месяц, то это тоже не вариант. Значит, то есть он не может накопить на отъезд вот при такой зарплате. Хорошо, идем дальше. Если он выиграет в лотерею, он говорит, что мало надежды на лотерею, шансы маленькие. Ну хорошо, а допустим, он выиграл в лотерею, но денег-то у него ведь все равно нет. Конечно, если он в лотерею выиграет, то он может добраться до США, мы сейчас не говорим о том, сколько это ему станет, визы получить там, билеты купить, ну допустим. Ну вот он приехал, и он может там сходу пойти на Велфер, например. Ничего страшного в этом нет. То есть в этом нет ничего хорошего, но в общем-то ничего страшного нет. Ну хорошо, так они пошли на Велфер, у них тут же будет там страховка на семью, там на ребенка самое главное. Вот и все такое. Он может пойти начать работать, и собственно, даже если он не обладает какой-то такой расхожей специальности, он может пойти на стройку, молодой парень, практически в любом месте там есть работа на стройке, тем более он же легальный, это же не то, что ему там будут платить как нелегал. То есть, но все равно, все равно какие-то деньги ему нужны. То есть, если он до страны добрался даже с лотереей, то есть с таким простым путем, все равно ему нужны какие-то деньги на то, чтобы доехать, на то, чтобы приехать в страну, ну я не с десяткой, а все-таки как-то он же тоже где-то поселится, прежде чем он первую зарплату получит, даже если он на следующий день выйдет на работу. Ему же надо где-то прожить, ну хотя бы месяц. Поэтому непростая картинка. Конечно, люди выкручиваются. Ну как выкручиваются? Вот, допустим, он поехал вперед один, они выиграли грин карту, он поехал вперед один, и там за несколько месяцев он заработал какую-то копеечку, там снял жилье, и дальше уже жена с ребенком подъехала. Это бывает часто такое. Хотя мы понимаем, что такая ситуация нарушает правила игры в лотерею грин карты. То есть, человек не может приехать в страну без денег. У него должны быть деньги хотя бы на первое время. И это одно из требований, как бы, да? То есть, они не хотят людей, которые сходу пошли на бенефиты, там, социальные программы, и как бы у них нет возможности там заработать, подработать сразу и так далее. Вот, поэтому, ну, мы понимаем, что тут дело такое. Вопрос жизни и смерти, там, мы не мелочимся. Ну, хорошо, вот такая история. Второй вариант. У него нету, у него нету выигрыша в грин карты лотереи, у него нет никакой вообще легитимности. Он, конечно, прав в том смысле, что надо еще визу получить в США. И дело не в том, что он дагестанец, и как бы потенциальный там мигрант или иммигрант. Я не думаю, что их там сильно эта часть занимает. Но они смотрят на всех людей через призму того, какой шанс, что человек вернется. Есть ли у него работа приличная, есть ли у него свое жилье, есть ли у него там доходы, какие-то семья, вид заложников там. Ну, что это такое, у него есть или нет. Поэтому он может, конечно, поработать со специалистами, которые его будут там какое-то время упаковывать для получения визы. То он получит шенген, съездит пару раз куда-нибудь. И все это стоит денег, между прочим, тоже не бесплатно. Вот. Ну, я думаю, что вопрос получения визы решаемый. Допустим, вот у него как-то получат эту визу. Он может поехать один. Но дальше что получается? Если он поехал один, это несложно. Да, то есть он приехал даже, неважно, сколько там у него денег есть. Там на второй день пошел работать на стройку, на третий, на четвертый, на пятый. Вот. И уже начинает зарабатывать какую-то денежку. У него, конечно, нет денег на адвоката, но он может заработать. Тоже не за день, не за два, не за три. Но есть адвокаты, которые в рассрочку берут. Сначала там что-то, а потом дальше пошло и поехало. Поэтому это как бы вариант. Но дальше что получается? Он оставляет жену 24-летнюю с маленьким ребенком двухлетним. Может быть, тому времени уже трехлетним. Он, конечно, может посылать им там, не знаю, какие-нибудь 500 долларов, там 600-700 в месяц на жизнь. Что, в общем-то, достаточно реально, даже будучи нелегалом. Тогда у него сложнее накопление образуется для того, чтобы идти к эмиграционному адвокату и так далее. Ну, допустим. Но ситуация в том, что он молоденькую девочку оставляет одну с ребенком. И увидятся они непонятно, как скоро. То есть, ну, что там может получиться? Я не знаю. Но года три-то как минимум. Минимум три года. А дальше это может быть и 4, и 5. Ну и как они будут? Понимаете? Это тоже такой семейный вопрос очень серьезный. Они, конечно, могут сговориться. Они могут... Если жена его очень сильно поддерживает в этом плане, она говорит, давай. Она может, в конце концов, из Москвы уехать куда-нибудь в Дагестан, где подешевле. И растить там ребенка пока там. Пока он тут устраивается, например. Это будет по деньгам лучше. Ну, в общем. Теперь. Если такой вариант, что каким-то чудом... Я не знаю, как это чудо произойдет. Ну, так. Помолиться там, допустим. Какое-то чудо произойдет. И дадут им визу на троих. Вот они втроем поедут. Значит, он 28 лет, жена 24 года, ребенок 2 года. Поехали они, я не знаю, куда. Допустим, там Диснейленд смотреть. И подают они на политическое убежище здесь. А жить-то как? Вот на какие шиши, грубо говоря? То есть он теперь должен, работая нелегально, содержать себя, жену и ребенка. Он уже не может с румейтами, там, 4 человека в двухкомнатной квартире, там, за маленькую денежку проживать. Он теперь должен с женой и с ребенком. Ему квартира нужна. То есть, ну, я не знаю, где он конкретно пристроится. Так, где подешевле. Ну, допустим, он где-то подешевле пристроился. И ему эта квартира будет стоить, ну, может быть, 800 долларов. Не знаю, 600. Самая дешевенькая, может быть, 600. Я не знаю, где эти в Сакраменто. Там 650-700. В Нью-Йорке, я не знаю. Он заработает, да, опять, на стройке. Жена должна будет, ну, к своему ребеночку, там, брать, может, каких-то еще соседских. В принципе, женщина с ребенком вполне может подрабатывать тем, что она присматривает, там, за другими детьми, может быть, даже двумя детьми. Это очень здорово, когда свой ребенок есть. То есть уже человек, там, понимает, как с детками обращаться. Вот, они, в принципе, как сказать, не должны были бы пропасть. Да, то есть у них, все-таки их два человека, и оба могут что-то заработать, даже нелегально. Другое дело, что им нужно все-таки накопить на услуги адвоката, ну, теперь уже вдвоем, уже теперь с расходами такими более серьезными. Но, с другой стороны, их зарабатывает двое. Вот, так что, если денежки у него, такой начального стартового капитала, нет. Понимаете, одно дело, он продал квартиру, даже вот на ужасно невыгодных условиях, и получил, там, 20 тысяч. Не знаю, где у него квартира была такая, но вот продал он ее. И все-таки, когда у тебя есть 20 тысяч, тебе хватит на некоторое время, тебе хватит, там, ну, стартануть. Да, в недорогом месте тебе хватит на стартануть. Можно заранее сговориться, там, куда поехать, где ребята, там, готовы поддержать, на первое время, там, присмотреть и так далее. Это все делается, это не так сложно. Русский язык у него действительно очень хороший. Вот письменная речь, замечательная совершенно. То есть, вы никогда не скажете, что это человек с неродным, там, русским языком. Вот. Но у него английского нет. А у жены есть английский. Но, в общем, когда они получат разрешение на работу, через, там, скажем, 7-8 месяцев, хотя вряд ли 7-8 месяцев. 7-8 месяцев, это если у них деньги сразу есть на адвоката. Вот, когда они получат разрешение на работу, тогда будет немножко другая картина. Они смогут больше зарабатывать. Они смогут, ну, или, там, скажем, они могут на велфер пойти, с тем, чтобы страховку получать, или, там, ну, как-то они могут мудрить. Вот. Мое соображение такое, что, конечно, мы знаем массу историй, когда люди приезжали, у них в кармане было 200 долларов, и они, там, все равно, они не пропали, они устроились. Но это когда у тебя, когда ты один. В крайнем случае, там, на автовокзале переночевал. Там, в туалете помылся. Не бегдил. Но когда у тебя жена и ребенок 2 года, тогда как? Ну, я, я не знаю, какие у него родственники. Может ли он у них отдал жить, там, десятку, двадцатку. Там, в Дагестане, например. Я не знаю, чем они зарабатывают, есть ли у них такие деньги, поддерживают ли они его идею вообще переехать куда-то. Я не знаю, что у него за жена. Она тоже мусульманка, или, может быть, они ее не любят, потому что она не мусульманка. Я ничего этого не знаю. Но, всякое дело, если оно не профинансировано адекватно, оно, в общем-то, обречено. Не в том смысле, что это гарантированный обвал, но почти гарантированный. То есть, всегда есть какой-то шанс, какой-то случай, какая-то везуха, такая невероятная. Проблема только в том, что, как только где, какая везуха, всегда случается с кем-то еще. Вот лотерейный билет, люди же выигрывают, там, большие деньги. Но не мы. Понимаете, никто из нас вот не выиграл, там, миллион долларов в лотерейный билет. Это даже и 5 долларов еще фиг выиграют. Вот. Хотя 5 долларов и даже до 5000 ничего в жизни не изменят кардинально. Так что, что тут сказать? Значит, они должны были бы в первую очередь понять, все-таки, где взять денег на дорогу, на переезд. Помимо визового опроса, помимо того, что он изучает английский, помимо того, что у него нет такой, как бы, расхожей профессии на первое время, хотя он мог бы где-то ее приобрести, я не знаю. Если бы он сейчас в Москве, например, пошел работать на стройку и приобрел бы какую-то хорошую рабочую профессию строительную, да, может быть, он бы еще и больше денег зарабатывал, я даже не знаю. Поэтому, тут мне трудно судить. Но он может в разных как бы аспектах подготовиться к тому, чтобы там совершить вот этот бросок. Но вопрос, где взять деньги, остается. И у меня, конечно, ответа на этот вопрос нет. Я только знаю, что вот там масса народу зарабатывает неплохо. Я вот вижу, постоянно люди приезжают, знаете, как они так, допустим, кто-то приезжает там по Калифорнии погулять, заезжают там, привет, привет, селфи сделаем. Кто-то приезжает уже, чтобы остаться и так далее. И я вижу людей, у которых с собой может быть и 20, и 40, и 50, и 150, и больше тысяч. Где они их берут? Понимаете? При том, что они не продавали жилья еще. Они вот просто так вот, у них есть. Это тоже из Москвы. Понятно, что в Москве люди разного достатка. Но я так издалека точно не могу сказать, как заработать. То есть вот если бы тут были с разрешением на работу, да с английским языком, мы бы этот вопрос решили за несколько месяцев. За полгода бы решили. А за год бы мы его очень кардинально решили. Но так. Я даже не могу сказать, иди там, учись на тестера, будешь тестировать в Москве. Потому что я не уверен, что в Москве тестер получает больше, чем вот начинающий. чем, скажем, сегодня получает наш автор письма. тоже я зарплату не знаю, но я слышал, что начинающим дают как бы совсем немножко денежки. Вот. Плюс, опять, я не знаю, насколько ему помешает то, что он из Дагестана, то, что он мусульманин. Я не знаю, насколько по нему видно, что он мусульманин. Может быть, у него нет пейсов и ермолки. Как сказать, что он иудей. Так что, да. Я думаю, что каждый человек лучше других знает свои ресурсы. Значит, может быть, в семье какие-то деньги есть. Может быть, у друзей можно одолжить. Ну, вот, так я просто от балды, потому что это совершенно не моя область. Я не знаю. Приедет в Америку, совершенно работа будет. Я его быстро научу, как зарабатывать. Вот. И девочку его тоже. Она молоденькая, английский хороший. Вообще, как звезда полетит. Будет зарабатывать. Вот. Ну, эту часть мы оставляем ему для размышления. Если кто-то из ребят, кто нас слушает, в состоянии разумной, что-то присоветовать, то я был бы, конечно, очень признателен. Я думаю, что все были бы признательны, включая автора письма. Или, так скажем, начиная с автора письма и оканчивая всеми теми, кто тоже интересуется. Вообще, действительно, где взять денег? Потому что он работать же не отказывается. Так что, друзья, мы на этом месте с вами прощаемся. Я отправляюсь домой. Вот. А молодому человеку мы желаем успехов. И вот эта мысль его какая-то грустная прозвучала, что он знает, что будет всю жизнь тут в Америке пахать и пахать, и, в общем, многого не добьется. Но вот дети его. Я хочу сказать, что я приехал не в 28 лет, а в 35, почти 35. Ну, скажем, 34 с половиной. И я не могу сказать, что я там и страдался очень, и что как бы вот дети мои, да, а сам я нет. Понимаете? Поэтому я бы уже не стал так себя хоронить-то. В 28 лет еще столько всего сделать можно. 40 лет до пенсии еще американской. Вы что? Тут целая жизнь впереди. Может, даже и не одна так производственная. Так что я бы не стал так пессимистично на это смотреть. Все. Значит, мы прощаемся. Всем привет и пожелания успехов в начинаниях, в осуществлении тех мечтаний, которые у них есть. Так что за работу, товарищи, как писали на плакатах советских времен.